привет друзья сегодня я хочу вам сказать и показать дачные участки в польше рассказать хочу как их можно купить какие для этого нужны документы и кто имеет право его купить и так далее и походу я вам покажу как они выглядят вот я сейчас нахожусь на одной из дачных участков по-польски это называется девка то есть огород у некоторых вот такие вот заборы из туи для того чтобы купить такой дачный участок небольшим домиком что для этого нужно друзья если вы иностранец в первую очередь вам нужно иметь карту побыта то есть если вы легально работаете больше у вас есть уже карта побыта вот хотя говорят что в некоторых воеводствах можно и без карты побыта но данном ситуации здесь именно в этой делке без карты побыта скорее всего вам не оформят право на пользование этой дачной дачной дачного участка и с этим домиком который здесь находится что вы делаете первую очередь проходите в интернете объявление выбираете себе выбираете себе дом или пачечный участок с домиком вот разные цены там цены начинаются от 40 тысяч до и до 200 может доходить некоторые дома но это уже двухэтажный совсем удобство в общем вы находите себе тот дом который вы можете купить и у вас хватает средства после этого вы со старым хозяином идете к нотариусу и оформляете там права на пользование этим дачным участком то есть все это значит да она ваша вы его приобретаете но по сути она и ваша и не ваша есть отобрать у вас не отберут а если и отберут то какую-то сумма вам выплатят то есть если государству понадобилось на этом месте что-то построить что они могут и взять вот оформляйте купля-продажу то есть права вы покупаете права на пользование и после этого вы идете в дирекцию то есть праздность по-польски называют здесь наделки вы говорите что я вот сейчас являюсь новым хозяином после этого после этого в дирекции вы отдаете все документы и вам нужно еще иметь договор о том что вы снимаете еще отдельно квартиру или дом что это говорит о том что вы здесь не будете жить круглогодично люди живут у кого нет другого варианта так жить тоже можно как мы в данном случае здесь живем у нас никто не выгоняется здесь есть еще парковка вот для машины бесплатная парковка для тех жителей кто кто здесь на этой делке живет на этой парковке люди останавливаются и машины ставят и идут к себе домой я сейчас иду к своей машине чтобы ехать на работу 5 часов утра я как раз вам рассказываю некоторые говорят что типа нельзя жить но пожалуйста эти люди все кто здесь оставил свою машину они все здесь живут так что после того как вы оставите документы оставите документы значит для этого нужна карта по быту иметь иметь нужно обязательно паспорт той страны в которой скота откуда вы приехали и кто говорит о найм что вы тебя где-то снимаете и живет и живете постоянно там а здесь просто будете приезжать на выходные или на лето можно вот и через неделю или две дирекция вам уже или утвердит или по какой-то причине если не будет хватать какие-то документы он может вам отказать в этом случае уже я не знаю как вы вернете свои деньги хотя были случаи что и возвращали то есть вы звоните опять хозяину и от него забираете и говорите что вам не утвердили вам отказали и вам и вы значит возвращаете свои деньги это конечно не стоит рисковать но если у вас все эти необходимые документы которые я сейчас сказал они у вас есть то проблемой не будет вот вот после этого после этого через две недели вы можете вы забираете в дирекции все документы сейчас я еще сяду в машине вот так что в общем здесь в этих домах эти дома все по 35 квадратных метров участки бывают по 300 по 400 квадратных метров вы за год платите аренду за этой земли на эту землю в данном случае я заплатил за аренду и за мусор как говорится вывоз мусора здесь тоже надо отдельно платить и электричество каждый месяц за год я заплатил за аренду около 600 злот за электричество каждый месяц вода у всех сезонная есть но его лучше не пить и у всех еще есть скважины для воды пробурили себе люди газа в этих участках нет вот ну в польше вообще много дома есть домов даже таких полноценных дома которые большие которые стоят миллион и они не газофицированные так что удивляться не нужно да и вообще я считаю все на электричестве будет намного лучше потому что газ тоже дорогой вот и в дачных участках проводить газ не разрешают так что вот такие вот дела если есть еще у вас какие то вопросы может я что то забыл не сказал звони напишите мне комментарии какой вопрос спрашивайте что еще вас интересует я вам отвечу так что пока 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 надо